Сараму алейкум, друзья, всем привет! Сегодня у меня для вас очередная порция фразеологизмов на арабском языке. Напомню, что под фразеологизмами я имею в виду несколько слов, которые по отдельности могут быть никак не связаны с общим смыслом фразеологизма, но в совокупности они несут понятный устоявшийся смысл. Примеры фразеологизмов в русском языке такие выражения, как «битый час», что означает «очень длительное время», или «бальзам на душу», что означает какую-то новость, которая успокаивает тревогу, или «брать за душу», что означает вызывать душевные чувства, душевное волнение и так далее. Это примеры фразеологизмов в русском языке. А теперь перейдем к фразеологизмам на арабском языке. Алима бима батана уаназахар. Если не дословно, то знать все досконально. А если дословно, то глагол алима ялиму – это знать, батана яптуну – это быть скрытным, а вахара язхару – это быть явным. То есть знать то, что скрыто и то, что явно. Знать все досконально. Зэда фиттыни билля. Зэда язида – это увеличивать, а тын – это глина, и билля – это влажность или влага. Недословный перевод – это подливать масло в огонь. А дословный перевод – это увеличить влажность в глине. То есть сделать еще хуже. Как, например, Он этими своими словами только ухудшил, усугубил ситуацию или подлил масло в огонь. Если не дословно, этого совершенно недостаточно. А если дословно, то балля ябуллю – это увлажнять или смачивать, а рик – это слюна. То есть это не увлажняет слюну, если дословно. То есть этого совершенно недостаточно. Как, например, Этого недостаточно. Необходимо искать другое решение. Если не дословно – очень сильно испугаться. Это глотать, это слюна, а фарак – здесь это страх. То есть проглотил слюну от страха. Или проглотил свою слюну от страха, то есть очень сильно испугался. У него ничего нет. А если дословно – он не владеет ни белым, ни черным. Это очень бедный человек, у него ничего нет. Или дословно – не владеет ни белым, ни черным. Если не дословно – это приручить кого-то, подчинить кого-то, или взять кого-то или что-то под контроль. А если дословно – аль-лика и у аль-лику – это подвешивать. Джарас – здесь это колокольчик. Ну, или звонок в других контекстах, но здесь это колокольчик. Роккаба – это шея, а кит – это кошка. То есть подвесить колокольчик на шею кошки. Если не дословно – приручить или взять под контроль. Как, например, Кейфу ну аль-ликуль джараса аля роккаба тихи. Ху аля ястамиу аля ахат. Как мы сможем его контролировать? Он никого не слушает. Ля-иба аля хаблейн. Если не дословно – вести двойную игру. А дословно ля-иба яль-абу – это играть, а хабль – это веревка. То есть играть на двух веревках. Или вести двойную игру. Если не дословно – это извратить истину. Или перевернуть все с ног на голову. А если дословно – это переворачивать. Хакыка – это истина. Росан – как бы с головы аля акиб на ноги. Кольбуль хакыка – росан аля акиб. Извратить истину или перевернуть все с ног на голову. Или наоборот. На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч. До новых встреч.